Здравствуйте! Сегодня у нас третий урок, как самостоятельно получить военный билет. К этому моменту у вас выбрано одно-два направления, по которым мы будем работать. И имеется список медицинских учреждений, где будем проходить обследование. Итак, начинаем проходить обследование. Проходим мы их согласно рекомендациям, указанных в расписании болезней. В каждой статье расписания болезней указано, какие необходимо пройти обследования, чтобы подтвердить тот или иной диагноз. Например, ортопедические патологии мы выявляем рентгенологическими исследованиями и так далее. После того, как вы прошли исследование, вам необходимо попасть к врачу-специалисту, так как он будет описывать диагноз, который поставил вам врач-специалист, который проводил диагностирование. Например, если вы выбрали направление с желудком, врач-диагност вам делал ФГДС. С этим заключением вам необходимо попасть к терапевту, либо к гастроэнтерологу, который будет делать описание и выставит вам диагноз. После того, как врач выставит вам диагноз, у нас может быть два варианта. Первый вариант – диагноз, на который мы рассчитывали, у нас не подтвердился и не дает основания зачислить вас в запас вооруженных сил. В этом случае нам необходимо вернуться к уроку номер 2 и начать все заново по следующему направлению. Вариант номер 2 – наилучший, когда ваш диагноз подтвердился, и он позволяет вам освободиться от службы в армии. В этом случае мы начинаем фиксировать жалобы по месту жительства и накапливать историю болезни. Как это сделать, я расскажу вам в следующем уроке.